Стивен Бодиэн. Медитация для чайников. Медитация для чайников. Продолжение. 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 Название этой книги может ввести в заблуждение, ведь решение приступить к изучению искусства медитации было одним из самых мудрых решений, какие я принял в своей жизни. Медитация наделяет человека огромными возможностями. Каким бы делом вы ни занимались, медитация поможет справиться с этим делом еще лучше. Например, мы с коллегами доказали, что даже тяжелые формы коронарной болезни сердца зачастую удается не только стабилизировать, но и частично вылечить, если пациент выполняет разработанную мною программу радикального изменения образа жизни. Несмотря на то, что многие полагают, будто эта программа базируется главным образом на соблюдении специальной диеты, не менее важной составляющей этой программы является медитация. Почему же в таком случае медитация не получила широкого распространения? Во втором издании книги «Медитация для чайников» Стивен Бодиан развенчивает многие заблуждения, которые обычно связывают с медитацией. Многие считают, что медитация – это скучно. На самом же деле медитация – это интересно. Многие считают, что медитация – это не для всех. На самом же деле медитация – это занятие, доступное практически каждому. Многие считают, что медитация – это занятие для аскетов. На самом же деле медитация – это занятие для обычных людей. Многие считают, что медитация – это не для всех. Незвучайно полезное занятие. Многие считают, что медитация – это трудно. На самом же деле медитация – это легко. Надо только привыкнуть. Многие считают, что медитация – это занятие для слабаков. На самом же деле медитация – это занятие, позволяющее человеку свои скрытые возможности. Выявить, развить свои скрытые возможности. Многие считают, что медитация – это практика и процесс сосредоточения, внимания и фокусирования сознания. Когда вы медитируете, начинают происходить желательных для вас события. Поначалу медленно, а затем все быстрее. В связи с этим хотел бы сослаться на то, о чем говорилось в моей книге «Love and Survival» – «Любовь и выживание». Во-первых, когда вам удается сфокусировать свое сознание, вы становитесь сильнее, концентрируя какую-либо форму энергии, в том числе умственную, вы становитесь сильнее. Когда вы фокусируете свою мысль, повышается ваша сосредоточенность. Когда вам удается сосредоточиться, повышается ваша работоспособность. Вы можете выполнить больше работы, добиться лучших результатов в учебной аудитории, в совете директоров или на спортивной площадке. Что бы вы ни делали, вы сможете делать это гораздо эффективнее, если будете медитировать. Именно поэтому духовные учителя и руководство предупреждают, что медитацию следует начинать только вместе с другими духовными практиками и дисциплинами, которые способствуют сочувствию и мудрости, позволяют человеку использовать свое возросшее могущество во благо других людей, а не во вред им. Во-вторых, медитация помогает вам полнее и острее воспринимать округающий мир. Несмотря на то, что иногда медитацию рассматривают или используют как некий аскетический опыт, позволяющий лучше контролировать чувства, на самом деле медитация может обострить чувства с помощью вполне материальных средств. Ощущение от любых наслаждений открывается скобка пища, секс, музыка, искусство, массаж и тому подобное. Закрывается скобка. Можно существенно усилить с помощью медитации. Заострив на чем-то свое внимание, вы можете получить от этого гораздо больше удовольствия. С другой стороны, чтобы получить ту же степень удовольствия, человек, практикующий медитацию, может меньше эксплуатировать сам источник удовольствия. Например, наесться меньшим количеством пищи. Пытаясь оградить свое сердце от боли, вы строите вокруг него непробиваемую стену. Однако при этом снижается ваша способность испытывать удовольствие. Когда ваша жизнь представляет собой постоянное напряжение, спешку и суету, вы легко упускаете самые изысканные удовольствия, которые на каждом шагу встречаются в жизни каждого человека. Периоды полной концентрации внимания становятся все короче. Чтобы почувствовать хотя бы что-нибудь, вам приходится дополнительно стимулировать чувства. Медитация позволяет сосредоточить внимание и повышает чувствительность. Медитация – это противоядие от оцепенения, неподвижности и нечувствительности. В-третьих, ваш мозг успокаивается, и вы испытываете умиротворение, радость и счастье. Когда я научился медитировать, и меня начали посещать короткие периоды внутреннего умиротворения, этот опыт изменил всю мою жизнь. Он помог мне по-новому оценить весь мой прежний жизненный опыт. Раньше я полагал, что мира в душе можно добиться только что-то делая и добиваясь результата. Теперь я понимаю, что для состояния умиротворения достаточно просто существовать. Наша душа создана для мира и покоя. И если в ней поселяется беспокойство и тревога, то виноваты в этом только мы сами. Это радикально меняет наше представление о подлинных источниках нашего счастья и благополучия. Один из величайших парадоксов жизни заключается в том, что не понимая этого, мы рушим свой внутренний мир именно тем, что пытаемся сделать что-то или добиться чего-то такого, что, по нашему мнению, принесет мир в нашу душу. Четвертых. Медитация позволяет вам не пытаться на собственном опыте и лучше осознать взаимосвязанность всего сущего. Вы можете получить непосредственное представление о Боге или универсальном «я», как бы вы его ни называли. Медитация достаточно проста, однако овладев искусством медитации довольно трудно. К счастью, вам не надо овладевать искусством медитации, чтобы зарабатывать им себе на хлеб насущный. Вам нужно просто научиться медитировать, что называется для себя. Вообще-то овладеть искусством медитации в совершенстве не удалось, наверное, никому. Но даже если вы сделаете несколько шагов на этом пути, то, несомненно, почувствуете результат. Самую большую пользу приносит именно процесс медитации, а не то, насколько хорошо его удается вам. Результаты моих собственных исследований показывают, что самую большую трудность для большинства участников представляют практические занятия медитации, а не выполнение физических упражнений или соблюдение диеты. Почему? Питаться человек должен в любом случае. Вопрос лишь в том, чем именно. Медитация не является частью повседневного опыта, подавляющего большинства людей. Физические упражнения, знакомые нам лучше, кроме того, это полезно, приносит ощутимый результат. Это занятие для настоящих мужчин, а медитация, по мнению некоторых участников нашего исследования, в кавычках, просто безделье. Действительно, с точки зрения непосвященного, занятие медитации выглядит, как ничего не делание, как бессмысленное времяпрепровождение. На самом же деле, медитация – это активная деятельность, требующая больших усилий. Существует много типов медитации. Медитация под разными названиями встречается практически во всех культурах и религиях. И не случайно это очень эффективная практика. При всём разнообразии форм медитации, она характеризуется едиными основными принципами. Концентрация, внимание помогает трансформировать всё, что мы делаем, в ту или иную форму медитации. Всё, что мы делаем с полной концентрацией и полным осознанием, становится медитацией. Занимая в течение многих лет пост главного редактора журнала «Йога», Стивен Бодвин имел возможность ознакомиться с разными подходами к медитации и йоге. В данной книге он представил самое ценное из приобретённого им опыта. В мягкой и ненавязчивой манере Стивен Бодвин ведёт вас шаг за шагом к выбору стиля медитации, который подходит именно вам. Книга «Медитация для чайников» второе издание – полезная, чрезвычайно полезная книга. Дин Орниш, доктор медицинских наук, основатель, президент и директор научно-исследовательского института медицинской профилактики, клиницист, профессор медицины Калифорнийского университета, в скобках Сан-Франциско. Автор книг «Love and Survival», «Любовь и выживание». И доктор Дин Орниш, «Программа для избавления от сердечного заболевания». «Программа для избавления от сердечного заболевания от сердечного заболевания». Предисловие 2006 год, Дин Орниш, доктор медицины. «Видение». В наши дни многим, если не каждому было бы полезно научиться медитировать. Все большому числу людей, убеленным сединами, пенсионерам, беспокойным подросткам, хлопотливым домохозяйкам, вечно спешащим, куда-то руководителям, сердечникам и диабетикам, спортсменам, любителям, всем требуются решения, которые помогли бы справиться с все ускоряющимся темпом жизни, с бесконечными стрессами и нехваткой времени. Поскольку средства массовой информации и традиционная медицина не способны решить этих проблем, люди все чаще вращаются за помощью к так называемым нетрадиционным способам. Один из таких способов и весьма эффективный – медитация. Согласно опросу, проведенному в 2005 году журналом Newsweek, примерно треть взрослого населения США ежедневно занимается медитацией. А это, между прочим, десятки миллионов человек. Почему же они занимаются медитацией? Потому что она помогает им, помогает сосредоточиться для более эффективной работы, избавиться от стресса, почувствовать гармонию в душе, ощутить красоту и богатство окружающей жизни. Простое упражнение – открываются кавычки. Сесть и направить взгляд внутрь себя – закрываются кавычки. Способно сотворить настоящие чудеса с вашим телом и душевным состоянием. Основами медитации можно познакомиться буквально за пять минут. Для этого достаточно сесть поудобнее, выпрямить спину, глубоко дышать и следить за своим дыханием. Не правда ли просто? Если выполнять это упражнение регулярно, вы быстро научитесь расслабляться и получать от жизни больше удовольствия. Я знаю это по собственному опыту, поскольку уже больше тридцати лет занимаюсь медитацией и обучаю этому искусству других. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, медитация богата всевозможными нюансами. И это быстро почувствует каждый, кто пожелает овладеть искусством медитации. Медитация во многих отношениях напоминает живопись. Можно купить кисти, краски, мольберт, взять пару уроков у профессионального художника и начать экспериментировать на холсте или бумаге. А можно записаться в кружок рисования, освоить азы живописи, поступить в художественное училище, отшлифовать свое мастерство, поступить в Академию художества, стать профессиональным художником и сделать живопись главным делом своей жизни. В медитации, которая также является своего рода искусством, все гораздо проще. Достаточно выделять ежедневно по 5-10 минут, чтобы спокойно посидеть, углубившись в себя. С другой стороны, уделяя медитации гораздо больше времени, можно путем медитации научиться исследовать самые потаенные уголки своего сердца. Все зависит от задач, которые вы ставите перед собой, от ваших намерений, вашей заинтересованности и степени вашего желания заниматься медитацией. Об этой книге. Хотя я давно преподаю медитацию, я всегда испытываю затруднения, когда мне надо кратко и достаточно и доступно заложить основы, приемы и методы медитации. Книги, которые учат искусству медитации, открывается скобка, то есть конкретным методом и приемом, закрывается скобка, как правило, содержат описание двух-трех методов медитации, о книге, в которых показано, как исследовать все богатство медитации, но мало внимания уделяют духовной основе и тем самым существенно ограничивают читательскую аудиторию. Открывается скобка, другими словами, чтобы понять, о чем говорится в таких книгах, вы должны быть буддистом, суфием или йогом, закрывается скобка. В отличие от других книг по медитации, которые мне довелось держать в руках, эта книга охватывает практически все основы медитации. Вы найдете в этой книге простые и понятные инструкции по медитации, множество полезных советов от опытных медитаторов, мудрые мысли великих учителей прошлого. У вас будет возможность вкратце ознакомиться с основными современными подходами к медитации. Если вам уже приходилось медитировать, и вы желаете расширить свой опыт, освоив новые методы медитации, то в этой книге вы это найдете. Описание десятков разных способов медитации, причем каждый из них решает вполне определенные задачи. Эти способы медитации я почерпнул из разных источников и традиций. А если вы просто хотите понять, зачем вообще заниматься медитацией, то ответ на этот вопрос вы также получите из этой книги. А заодно узнайте, какую пользу из медитации сможете извлечь лично вы. Эта книга представляет собой то, что в рекламе часто называют «Три в одном». Поднобное руководство по медитации, обзорный курс медитации и руководство по углубленному овладению искусством медитации. Если хотите, можете читать эту книгу от корки до корки. Если же вас интересуют какие-то конкретные вопросы, обратитесь сразу к соответствующим главам. В этой книге вы встретите практики и упражнения, с которыми можно экспериментировать. Некоторые из них предлагаются также на компакт-диске. Вам не понадобится даже обращаться к соответствующим разделам книги. В скобках «Хотя при желании» возможно и это. Главное в этой книге, как мне кажется, увлекательность. Следует сказать, что медитация в принципе не должна вызывать скупку и уныние. Наоборот, главная задача медитации – поселить в вашу душу покой, облегчить вашу жизнь, сделать ее радостной и приятной. А потому выбросьте из головы стереотипы буддийского монаха с каменным лицом или затворника, погруженного в самосозерцание и полностью отгородившегося от внешнего мира. В этой книге вы найдете все, что может понадобиться человеку, интересующемуся медитацией. А процесс овладения искусством медитации наверняка окажется для вас приятным и увлекательным. Термины, принятые в этой книге. В этой книге я использую специальные приемы, которые облегчат вам освоение материала. Чтобы как можно полнее осветить материал, я представляю его в виде маркированного списка. Открывается скобка «Как в данном случае». Большинство инструк... Закрывается скобка. Большинство инструкций по медитации в этой книге начинаются со стандартной формулы. Сядьте поудобнее, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Вы быстро привыкнете к этому и будете автоматически начинать с этого каждый сеанс медитации. Когда в этой книге впервые появляется какой-то термин или определение, я выделяю его курсивом и сопровождаю кратким пояснением. Веб-адреса и адреса электронной почты указываются моноширным шрифтом, чтобы читатель легко заметил их. Надо ли читать всё подряд? В этой книге встречаются так называемые врезки, содержащие дополнительную информацию, например, интересные истории, случая из жизни или пояснение к системам медитации. Этот материал включён в книгу, чтобы развлечь читателя и оживить текст. И читать его не обязательно. Поэтому, если вас интересует только главное, то врезки можно не читать. Вы можете вернуться к ним позже, когда у вас выдастся свободное время. Кто вы, мой читатель? Когда я написал эту книгу, то сделал для себя несколько предложений о вас, предположений о вас, дорогой читатель. Если вы обратили внимание на эту книгу, значит, вас интересует медитация, но вы ещё не умеете медитировать, или умеете, но испытываете потребность в дополнительной информации. Вы хотите избавиться от стресса, почувствовать себя счастливее и достичь умиротворения. Вы готовы потратить на это своё время. Вы не можете медитировать часами в каком-нибудь монастыре или ашраме. Открывается скобка хижина отшельника, примечание переводчика. Закрывается скобка. Поэтому вам необходимы инструкции по медитации, которыми можно было бы воспользоваться прямо сейчас у себя дома или на работе. Вы живёте в обычном мире, подвергаетесь обычным стрессам, на вас пытаются оказывать давление, и вам приходится исполнять обязанности, которые исполняет большинство самых обычных людей. Если эти предположения относительно вас верны, хотя бы частично, поздравляю, вы выбрали именно ту книгу, которая вам нужна. Как построена эта книга? Эту книгу можно читать от корки до корки, и многие из вас поступят именно так. Не правда ли? Но можно читать только то, что вас интересует. И я позаботился о том, чтобы читатель, которому требуется ответ на какой-то конкретный вопрос, мог легко и быстро найти нужную информацию. Каждая часть книги посвящена соответствующей фазе вашего знакомства с медитацией. Часть первая. Первое знакомство. Здесь мы прервёмся и продолжим в следующий раз.